Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Подача заявок на выборы депутатов Национального собрания Западной Армении 2023 года продолжается. Западная Армения – Мараш. Реализация новых программ в свете градостроительства Арцаха остается неопределенно из-за блокады. Землетрясение в Сирии повредило армянскую церковь села Ягупие. Неподорожаемый Чаренц – репортаж из дома-музея Ягеше Чаренца. Одно из сел Хаттай в Западной Армении после землетрясения развилось на две части. Поддержим государственное телевидение «Западная Армения». Утверден список кандидатов-депутатов, участвующих в предстоящих выборах Национальное собрание Западной Армении третьего созыва, которые пройдут 23 декабря 2023 года. 7 февраля 2023 года состояло заседание избирательной комиссии. Избирательная комиссия изучила и утвердила заявления очередных 16 кандидатов, представленных в комиссию. На следующем заседании будут рассмотрены заявления новых кандидатов. Аида Тертерян – 51 кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Арман Акупян – 52 кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Арминуи Саакян – 53 кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Артак Адамян, 54-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Эдвард Абраамян, 55-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Нуне Василян, 56-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Вартан Зариникян – 57-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Заруи Хачатрян – 58-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Самвел Гаспарян – 59-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Рубен Давтян, 60-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Айкас Паусян, 61-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Мартирос Чакуян, 62-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Люся Агаджанян, 63-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Анаид Оганян, 64-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Карине Никогосян, 65-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Борис Васильян, 66-й, кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. В шести километрах от города Мараш Западной Армении зарегистрировано новое зимотрясение магнитудой 4 и 3. Следует учесть, что значительная часть местного населения Курды или Алиби – армяне по происхождению. Разрушены многочисленные армянские святыни и памятники армянской архитектуры. В Киликийском Александретте была серьезно повреждена церковь Сур-Карасун-Манук. В прессе сообщается, что режим Мараша не прилагает достаточных усилий для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий зимотрясения. Жители отмечают, что государство не отправляет помощь, на улице лежат трупы, под завалами слышны голоса людей. Франц Пресс информирует, против турецкого режима поднимается волна гнева. Такое поведение режима не случайно. В отличие от армян, Ирдуган и его режим хорошо знают о ситуации. В Западной Армении турок почти нет. Как мы уже отметили, значительная часть населения – курды, мусульмане и Алиби – по происхождению армяне. Есть также греки, арабы и ассирийцы. Несколько лет назад правительство запустило веб-сайт, с помощью которого граждане могли проверить свое генетическое происхождение. Сайт закрылся очень быстро, так как оказалось, что турок таковых почти нет. Полная статья доступна на нашем сайте. Следствие закрытия Азербайджаном дороги жизни, связывающей Арцах с матерью Армении, городостроительная сфера Арцаха каждый день продолжает нести большие потери. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс сообщил заместитель министра городостроительства Республики Арцах Арам Гаспарян. Из-за проблем с транспортировкой топлива и рабочей силы из Армении, в Арцах на данный момент почти все программы приостановлены. Из Армении импортировалась основная часть строительных материалов, предназначенных для строительственных работ. Перебои в подаче электроэнергии, в свою очередь, не позволяют работать планово. По его словам, если блокада продолжится еще пару месяцев, все строительные работы будут полностью приостановлены. В 2023 году планировалось сдать эксплуатацию около 800 квартир и частных домов. От землетрясения, произошедшего 6 февраля, также пострадало распороженное на севере Сирии армянское село Ягупие. Есть разрушение, повреждена армянская церковь Сурб-Анна. Арам Первый с глубокой болью принял известие о разрушении в селе Ягупие. Будучи исторической церковью Сурб-Анна, стало местом паломничества для нашего народа. По сообщению Катали Кассата, Верховный Патриарх связался с представителем Берийской армянской епархии и подробно узнал о состоянии наших соотечественников после землетрясения. Ответственные лица оказывают особое внимание армянам, нашедшим приют в семи центрах, обеспечивая всем необходимым. По этому поводу ответственный общины Норинс Сурб-Отсутюн сообщил, что специальная комиссия приступила к составлению протокола по поврежденным домам. Западная Армения с болью констатирует весть о повреждении очередного культурного памятника. Однако там, где живут армяне, все восстановится и заново построится. В рамках программы «Познаем нас» на телеканале Вестерн Армения ТВ представляем видеоматериал, подготовленный из Дома-музея сына Западной Армении уроженца Карса Егише Чаренца, которым представлена литературная и творческая деятельность великого писателя. Представлены загадочные отрывки произведений и трудности, пройдя через которые сохранились стихи и поэмы гениального писателя. Также представлена инновационная версия в звуковом варианте, рассказывающая о поэте. После катастрофического зимотрясения в Западной Армении в оливковых садах квартала Тепехан района Хатай-Алтинозю образовалась огромная яма длиной в 300 метров, шириной в 50 метров и глубиной в 40 метров. Владельцы сада, отправившиеся на место катастрофы после зимотрясения, были шокированы этой сценой. Один из жителей района описал это так. В оливковом саду раздался звук мощного взрыва, похожий на звук войны. Такого зимотрясения мы еще не видели. На месте разрушения мы увидели зеленоватый дым, разрушенная территория огромна. Мы требуем, чтобы приехали эксперты, изучили и в случае необходимости эвакуировали жителей квартала. Западная Армения обращается в международные структуры и работающим на месте экспертным группам с просьбой составить соответствующее заключение. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok